Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике. Если у меня тесто фило, значит будет шедевр. Так, сегодня один из любимых летних моих пирогов. И давайте я буду нарезать яблочки и буду рассказывать. Слава победителям! Ой, летние яблоки, они, конечно, не держат форму, но какой от них идет запах! Я очень люблю пирог Тартотен. Ну, вы же знаете, что этот перевернутый французский пирог. Но в последнее время я стараюсь не употреблять столько много сахара. Вы же знаете, там идет сначала карамель, потом яблоки, а потом песочное тесто. А что такое песочное тесто? Это масло, сахар, все то, что я стараюсь в последнее время употреблять. Если не совсем не употреблять, то в меньших количествах. Поэтому я для себя придумала такой вариант пирога, который, мне кажется, идеальный. Я думаю, вам понравится мой рецепт. Пока я занимаюсь яблочками, чтобы они не потемнели, я заранее их не нарезала. Можно, конечно, сбрызнуть соком лимона. Итак, начнем. Форму я застелила пергаментной бумагой и добавила совсем немножко ванильного сахара. Грамм 5. Как всегда, подробный рецепт под видео. Теперь нарезаем яблочки и выкладываем. Я буду выкладывать и рассказывать. Обычно, вы знаете, такое тесто фило. Это сейчас появилось оно в продаже. Раньше было купить тесто. Проблема. А сейчас оно есть в любом магазине. Это тонкие листки теста, которые, чтобы приняли после выпечки хрустящий такой, надо их смазывать сливочным маслом. Но мы с вами пойдем другим путем. Зачем нам лишнее масло? Мы просто немножко сверху смажем. Но если вы любите более жирный и хрустящий вариант, тогда смажьте раступленным сливочным маслом. Ой, яблоки слава победителя. Запах от них идет. Просто чудесный. Так, я стараюсь быстро работать, чтобы вас не задерживать. Я рада, что вы у меня в друзьях. А я для вас придумываю такие рецепты. Тут у меня два яблочка. Так, все, убираем лишнее. Теперь тесто фило. Вы же знаете, что его разворачиваешь. Оно очень быстро сохнет. Поэтому будем действовать очень быстро. Вот такое великолепное тесто. Здесь у меня жирные сливки. Я немножко развела их водой. Если вы любите пожирнее, не разводите. Я повторюсь. Если любите совсем такое хрустящее тесто, смажьте не сливками, а раступленным сливочным маслом. Я это делаю вот так. И вот так. Так, количество слоев. Количество слоев можете делать произвольно. Смотря, как вам нравится. Я рассказываю и очень быстро работаю, чтобы вас не задерживать. И время выпечки тогда зависит. Например, если у вас два коржа, это совершенно одна история. Если у вас будет 4, 5, 6 коржей, тогда это уже будет... Немножку просто увеличивайте время, чтобы тесто у вас пропеклось. Давайте еще один сделаем. Так, тут можно тогда еще хорошо так. Так. Все. А сверху я немножко растительным или оливковым маслом. Совсем немножко, чтобы при выпечке тесто подрумянилось равномерно. Все. И ставим в духовку. Температура 180 градусов. Смотрите там по своему тесто. Минут 15-20. В зависимости. Все. Ставим в духовку. Но не забываем, нам сразу надо свернуть тесто. И в пленку. Так как оно очень быстро засыхает. Я работаю быстро. Прошло 20 минут. Посмотрите, какая у меня вышла красота. Давайте. Сама переживаю. Так как яблочки слава победителя, они летние. И они плохо держат форму. Готовы? Сама переживаю. Так как у нас пергамент. Видите, какая это красота. Мы просто... Ничего у нас никуда не прилипло. Ну да, что я и говорила. Слава победителя, не очень держат форму. Но они зато вкусные. Немножко для красоты. Можно смазать медом. Видите, они, конечно, мягкие. Ну, я думаю, что это вкус и не испортит. Второй раз я попробую сделать с другими яблочками. Видите, слава победителя совсем у нас не держит форму. Но зато это вкусно. Давайте разрежем. Смотрите, как хрустит тесто. Ой! Простите. Он такой нежный и сочный. Для меня это самый вкусный летний пирог. Ну, видите, слава, не берите тогда летний, как я взяла. Ну, хотя, если вы любите вот такие мягкие, тогда это ваш вариант. Это самый вкусный яблочный пирог. До новых встреч. Я жду вас на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.